Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан Сеть дисконт-магазинов Титан – это огромные ассортименты и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. Титан 45 07 07 Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Михаил Багин. Смотрите в этом выпуске. Не вписался в поворот. Один человек получил травмы в ДТП в Мурашинском районе. Вызвал пожарных-то, нет? Обгорели БМВ и Тойота. Сука. На улице Свободы на парковке в пожаре пострадали две иномарки. Не заплатили за логотип. Сейчас мы будем проводить осмотр помещения. Вся продукция, которая имеет товарные знаки Apple и товарные знаки Beats, значит, будут соответственно нами осмотрены, изъяты и направлены на экспертизу. В магазине на улице Московской полиция обнаружила подозрительные телефонные чехлы. Я подошел, нанес ей более 4-5 ударов. Коллективный запой. Она опять долго-долго-долго понимала меня. Я не выдержал. Снова встал. Взял ее за волосы. Первомайский районный суд вынес приговор жителю Кирова Сергею Меньшенину, который до смерти избил свою сожительницу. Один человек получил травмы в ДТП в Мурашинском районе. Там водитель грузовика ИВЭКа с прицепом вылетел в кювет. Подробности в рубрике «Обзор аварий» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. По данным ГИБДД, авария произошла на 479-м километре трассы Вятка. Рулевой фуры не справился с управлением. 59-летний водитель грузового автомобиля ИВЭКа с прицепом, по предварительным данным, при проезде опасного поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, после чего совершил съезд в кювет. В результате происшествия сам водитель получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Еще одна авария с пострадавшим произошла в Кирове на улице Ленина у дома номер 178. Водитель Киаре выезжал с прилегающей территории и сбил 7-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, и медики оказали ему помощь. На Октябрьском проспекте 29-летний водитель ВАЗа 14-й модели не справился с управлением. На встречной полосе он врезался в Рено Сандера. Вероятный виновник аварии получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. На улице Московской в Садаковском водитель ГАЗа двигался задним ходом и не заметил Опель Астра. Иномарка получила повреждения, пострадавших в этой аварии нет. На улице Карла Маркса водитель Сан-Йонга ехал по второстепенной дороге и не пропустил Volkswagen Golf. Иномаркам предстоит ремонт. На водителя первого авто за нарушение ПДД составлен протокол. Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Свободы, на парковке, в пожаре пострадали две иномарки. Сначала загорелась BMW X5, затем огонь перекинулся на соседнюю Тойоту. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Владелец BMW уже ничего не смог сделать. Вызвал пожарных и смотрел, как горит его внедорожник. Очевидцы были в шоке. BMW стояла рядом с жилым домом. У 18-летней иномарки в итоге выгорел моторный отсек. Обгорели капот, крылья, передние двери и салон по всей площади. Десятилетняя Тойота, которая стояла рядом, меньше пострадала. Сгорело левое переднее колесо. Обгорела панель приборов. По факту пожара сейчас проводится проверка. Причины устанавливаются. В Коминтерне на улице Прудной вспыхнули хозпостройки. Местные жители пытались сами потушить огонь. Но в итоге пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Причина также сейчас устанавливается. Сейчас мы будем проводить осмотр помещения. Вся продукция, которая имеет товарные знаки Apple и товарные знаки Beats, будет соответственно нами осмотрена, изъята и направлена на экспертизу. В магазине на улице Московской полиция обнаружила подозрительные телефонные чехлы. Подозрения вызвали аксессуары с логотипом Apple. Они продавались по неправдоподобно низкой цене. 350 бамператик. 300 бамператик. По-разному что-то. В итоге полиция забрала из магазина не только чехлы, но и защитные стекла и другую продукцию. Сотрудники полиции изъяли в общей сложности более 200 единиц различной продукции на сумму 70 тысяч рублей. В настоящее время проводится экспертиза, возбуждено административное производство. Сейчас предпринимателю грозит штраф. Полиция и родственники разыскивают пропавшего без вести Александра Костылева. 16 мая около 8 часов утра он ушел из дома по улице Верещагина в Кирове и не вернулся. Его приметы на вид 45 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие русые. Был одет в матерчатую курточку черного цвета без капюшона, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета на шнурках. Если вы знаете где находится Костылев, звоните по телефону 36 16 22 45 02 99 или по телефону 102. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Я подошел, нанес ее. Более 4-5 ударов. Коллективный запой. Она опять долго-долго-долго понимала меня. Я не выдержал, снова встал. Взял ее за волосы. Первомайский районный суд вынес приговор жителю Кирова Сергею Меньшенину, который до смерти избил свою сожительницу. Просто он пьяный и прыгает. Он хочет траться, я не хочу. Он взрослым жив. Отработал телефон таксиста. Телефон-то как у вас в руках-то оказался? Я его снял, с машины, как его? Ну, машины, да? Машины, да. На улице Московской по подозрению в грабеже сотрудники ППС задержали пассажира такси. Побежала на красный. Че, блять, придурочная? Ааа, блять, 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 блять. В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели. Компания «Профиль» – это широкий выбор фасадных и кровельных материалов От эконом до премиум-класса Удобно, доступно, быстро Просто позвоните нам, остальное мы сделаем сами Потребка операции 2А В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем Первомайский районный суд вынес приговор жителю Кирова Сергею Меньшенину Который до смерти избил свою сожительницу Преступление произошло в сентябре прошлого года По данным следствия, осужденный нанес около 13 ударов женщине за то, что та просила его сходить в магазин за алкоголем Все подробности в нашем следующем материале Мы выпивали почти каждый день Выпивали в больших количествах Это был коллективный запой в коммунальной квартире на улице Спаской К вечеру Оксана с Сергеем уже не стояли на ногах и лежали на диване По словам осужденного, он спал, но сожительница его разбудила и попросила сходить в магазин Судя по удару, Сергей никуда не хотел идти Впрочем, Оксана не успокаивалась Она, что называется, капала осужденному на мозги Мужчина не выдержал и стал избивать собутыльницу Я подошел и донес ей более 4-5 ударов При этом говорили что-нибудь Надоело, заколебало После этих ударов Оксана успокоилась, а Сергей ушел покурить Когда он вернулся, история повторилась Она опять долго-долго-долго донимала меня Я не выдержал Снова встал Взял ее за волосы Вот так вот Потом бросил на подушку Она все что-то там Все говорит, говорит Я подушку вытащил из-под нее И положил ее на голову И сказал, заткнись По данным экспертизы, смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы В итоге Сергея Меньшенина обвинили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Токировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора По данным прокуратуры, в суде вину Меньшенин не признал Впрочем, вина его была доказана В итоге суд назначил ему наказание 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима Приговор суда в законную силу не вступил Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу, смотрите сразу после нее Просто он пьяный и прыгает, он тоже тратся, я не хочу Ну понятно, он взрослый, он жив Отработал телефон таксиста Телефон-то как у вас в руках-то оказался? Я его снял, там, что я купил Ну, машины, да На улице Московской по подозрению в грабеже Сотрудники ППС задержали пассажира такси Побежала на красный Придурка шла, блин В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели Ваш ремонт в надежных руках мастеров компании «Вятка Строй Декор». Действуют скидки на работы и стройматериалы. «Вятка Строй Декор» 45-02-09. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Ограбил таксиста и убежал с виду пьяный пассажир такси на улице Менделеева. Мужчина решил не только доехать до дома, но еще и подзаработать. Он вырвал из держателя мобильник, вышел из машины и побежал во дворы по улице Московской. Задержал подозреваемого, наряд ППС. В обстоятельствах преступления разбирался наш корреспондент Павел Москвин. По словам таксиста, конфликт произошел на перекрестке улиц Московская и Менделеева. Пассажир повел себя неадекватно. Вот клиент. Не хочет выходить из машины. Не хотел ходить? Да. Сказал, не так делал, что делал. Короче, ты. А потом на телефон забрал и убежал. Просто он пьяный и прыгает. Он хочет тратить, я не хочу. Ну понятно. Он взрослый, он жив. Если верить задержанному, таксист отказался сначала довезти его до дома, затем отдавать деньги. Он мне отдал 100 рублей обратно. Вот они. А вы взяли у него телефон. Я никак не мог. Он вызвал милицию. Я ждал, ждал. Он тогда пошел дальше. Вот 100 рублей. На сиденье. А это чей телефон лежит? Это его. Я говорю, дай мне 200 рублей. Так, как ты меня не довез. Вот телефон твой. Правда, мужчина так и не смог объяснить, почему телефон оказался у него в руках. Телефон-то как у вас в руках-то оказался? Я его снял с машины, как его. С машины, да? С машины, да. Ну вот это на Красина 51 сейчас вас опросят. Все это поясните. Мне копить дайте, пожалуйста. А откуда я тебе водички-то возьму? По словам потерпевшего, наказывать клиента он не собирается. Заверняйте будете писать? Заверняйте. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как водитель кроссовера сбил пешехода. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На улице Карла Маркса девушка-пешеход побежала через дорогу на красный сигнал. Чё, б***ь, придурочная, б***ь, 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 б***ь. Водитель кроссовера не увидел девушку. После столкновения пешеход хотела подняться, но у неё это не получилось. На помощь к девушке поспешили все водители и очевидцы. На улице Московской водитель Рено въехал в иномарку «Субару». На повторе видно, что Рено проехал на жёлтый сигнал светофора. Впрочем, женщина на «Субару» явно поторопилась с поворотом налево и не пропустила седан. В посёлке Ленгасово водитель 14-й не заметил столб. Возможно, причиной ДТП стало ночное время суток. Также не исключено, что авария произошла из-за состояния водителя. На загородной трассе внедорожник «УАЗ» едва не стал трёхколёсным. На повторе видно, что колесо полностью не отпало, а повисло на оси. Благодаря этому удалось избежать более тяжёлых последствий. На улице Сурикова водитель классики поехал задним ходом и не заметил бордюр. «Получается». «Красавец». «На на!» «Классика». В итоге у седана полностью вырвало подкрылок. Скорее всего, водитель сильно не расстроился. Сложил пластиковую защиту в багажник и продолжил путь. На Слободском тракте владельцу машины с камерой пришлось проявить чудеса реакции, чтобы не пострадать в аварии. «Еб***ь!» «На повторе видно, что лось выскочил внезапно, а автор видео среагировал и повернул в нужную сторону». В Кирове камера запечатлела дорожных бойцов. «Хорошо». «Б***ь!» Причину конфликта автор видео не уточнил. После короткой потасовки водители разошлись по машинам. На переулке Дериндяева очевидцы наблюдали за вероятным наркоманом, который искал закладку. «Парень ищет закладку прямо днём». «Ну, у него уже не выходит порядка пяти минут ничего найти». Мужчина осматривал каждый сантиметр у подъезда и у торца дома. Действия его были подозрительными, что даже вызывали интерес у местных подростков. По словам автора видео, желанный пакетик любитель травки всё же нашёл. На улице Щёрса автовладельцы решили спасти маленьких утят. «Что такое было-то?» «А, утка. Утки с утятками. Блин, как-то их надо было убрать». «Произнесло довольно внятно. Вау, вау». «Давай уберём». Несколько секунд водители бегали по дороге и ловили пернатых. В итоге всех птенцов перенесли на газон. «Молодцы такие все. Они убегают, не знают, куда убежать. Боже, мама, где ты, мама?» Михаил Вагин. Место происшествия. На этом всё. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте своё видео на наш электронный ящик. mpkirov.sobaka-inbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok